Вопросы охраны труда не теряют своей актуальности на протяжении многих лет. Как сократить количество случаев травмирования людей на производстве? Что обычно становится причиной совершения нарушений? И какие меры необходимо знать и соблюдать для того, чтобы правильно оказать первую медицинскую помощь? И это только часть вопросов, которые сегодня находятся на повестке дня у представителей местной вертикали власти. Если коротко сказать об итогах января-апреля 2017 года, то на производстве произошло 5 несчастных случаев. Если посмотреть их расшивку, то это травмированы 3 водителя, 1 бетонщик и 1 монтажник. По каждому из данных происшествий будут сделаны выводы. У нас определены по городу Бресту 10 предприятий, на которых мы проводим всегда обучающие семинары. Это у нас газоаппарат, это у нас гефестехник, это у нас Савушкин продукт. Это несмотря на то, что сложные предприятия, это стройтрест номер 8, это брежустрой и ряд других предприятий. И прежде всего, это, конечно, должен быть интрутаж, техника безопасности, это снаряжение, это проведение таких спецодежды и так далее. Да, количество случаев не столь высокое. Однако, необходимо понимать, если они все же происходят, значит, необходимо внедрять и использовать дополнительные меры, которые позволили бы не просто минимизировать, но и в целом искоренить случай нарушения требований по охране труда. Еще один способ стимулирования – поощрение тех, кто уже добился высоких результатов в этой деятельности. Представители администрации учреждений, в которых ценят и уважают коллектив и каждого специалиста в отдельности. В торжественной обстановке руководители, на чьих предприятиях комиссия отметила наиболее точное исследование техники безопасности, и требованием охраны труда были вручены памятные подарки. Вопросы охраны труда приоритетны всегда. Если честно, результаты были неожиданными, потому что у нас в Ленинском районе города Бреста абсолютно все учреждения образования каждый год участвуют в этом смотре-конкурсе. Поэтому мне очень приятно и неожиданно было узнать результаты о том, что мы признаны лучшими. Изначально, наверное, даже для нас это тоже был достаточно сюрприз. Мы не ожидали таких результатов. Как к этому специально не готовишься, но в любом варианте, как любой руководитель, как любой коллектив стремишься к тому, чтобы на нашем предприятии максимально минимизировать какие-либо случаи и делать все для этого возможности. И приобретать необходимую спецодежду, и следить за оборудованием, и за зданиями, сооружениями, и проводить ряд профилактических бесед и работ. Поэтому это такой комплекс очень большой, и это каждодневный труд, который просто надо выполнять. Областной онкологический диспансер, стеклосфера и гефестехника, Брестское спецпредприятие, Яслисад номер 65 и городская поликлиника номер 6. Сегодня эти организации являются лидерами в деле организации работы по охране труда. И на этих достижениях они останавливаться не спешат. Еще хватает вопросов и по обновлению оборудования предприятия, и по благоустройству территории. То есть очень-очень много еще большой спектр вопросов, которые необходимо решать. Но это не решается все единовременно, это решается каждый день в течение еще, наверное, долгого периода.